Слава Богу! Перед нами сейчас будет еще молитва, и хотелось бы, чтобы наше сердце, оно было готово. И я хотел бы прочитать перед нашей молитвой место из Писания, это книга Псалтырь, 26-й Псалом, 8-й стих. Книга Псалтырь, 26-й Псалом, 8-й стих. Написаны такие слова. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Я когда читал это место из Писания, я так задумался, думаю, а что сегодня говорит во мне мое сердце? О чем я сегодня размышляю, о чем я сегодня думаю? Есть такое место из Писания, что сердце может сказать больше, чем 7 советников, стоящих на высоком месте. И вы знаете, действительно оно так. Что в нашем сердце сегодня? О чем мы сегодня размышляем? С каким сердцем мы сюда пришли, на это место? Говорит ли наше сердце, буду искать лица Твоего, или говори что-то другое? Это зависит от того, насколько или где наше сокровище. Написано, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И я так размышлял, думаю, Господи, о чем я сегодня размышляю? Где и в чем я нахожу сегодня удовольствие? В Тебе ли, Господи? Или может быть в чем-то другом, в чем-то материальном, или в ком-то? Господи, так хочется, чтобы Господь был сегодня центром нашего служения. Как хочется, чтобы Господь сегодня проговорил в наше сердце. Чтобы Он коснулся моего и Твоего сердца. И как сильно нам этого сегодня не хватает? Ищите лица моего, сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, именно лица. Как нам сегодня не достает? Как сильно Бог хочет этого сегодня от нас? Я себе задаю вопросом, сегодня Василий Сергеевич говорил, чтобы мы не спешили пред Богом нужды свои говорить. Я так размышлял, а как часто мы ищем Бога ради самого Бога? Как часто мы ищем именно Его, а не того, что Он дает? Я себя так начал размышлять и подумал, вот каждый имеет друзей, знакомых, да, и я так себе представил, думаю, если бы я приходил к своим друзьям или знакомым и только с одной целью, что дай, дай, что-то, чтобы Он мне сделал, только что Он мне что-то помог или что-то сделал, а сам Он меня не интересует. Или я так поразмышлял, как бы чувствовал я, если бы мои дети, они любили меня только за то, что, за какие-то подарки, за то, что я им даю, а я их не интересую. Как личность. И я размышлял и думал, Господи, и такое в сердце пришло понимание, как сегодня Дух Святой, как сегодня Господь часто этим огорчен. Этим огорчен. И огорчен этим нашим отношением, тем, с каким сердцем мы приходим при его лице, что мы ищем сегодня. И такое было слово сегодня, что только в Боге успокаивается душа моя. И я так размышлял, думаю, мы сегодня ищем каждое успокоение. Но я так подумал, если мы будем искать Бога, то успокоение придет как результат. Нам нужен Иисус, нам нужен Господь. И Он является личностью, как и мы с вами. Он является личностью. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему как личности. Он хочет иметь общение с каждым из нас. Именно общение. И я так думал, как часто бывает у нас, что не такие слова у нас произносятся. Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. А бывает другое. Слушай, Господи, ибо говорит раб Твой. Стали на молитву, сказали, сказали, даже дома, не говорю уже здесь, сказали, высказали свои нужды, проблемы, все, и дальше побежали, ничего не интересует. Господи, а как же общение, как же ты? А Господь, может быть, хотелось что-то сегодня сказать тебе и мне. И Он хочет сегодня проговорить мое сердце. Но с каким сердцем я сегодня сюда пришел? Чего я сегодня ищу? И если бы мы спросили Давида, Давид, что ты желаешь больше всего? Чего ты ищешь больше всего в своей жизни? Он бы нам сегодня ответил в этом же Псалме, 4 стих. Одного я просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем, а в все дни жизни моей причина. Созерцать красоту твою. Созерцать красоту твою. Давид это понимал. Давид понимал, потому что он любил Бога всем своим сердцем. Он любил Бога всем сердцем, и именно Бог обладал его сердцем. И знаете, это очень нравилось Господу. Он говорит, это муж по сердцу моему. Это очень нравилось Господу. И проблема сегодня наша в том, что мы не встречаемся с Богом так, как должно. Мы не ищем его общение, а мы отправляем ему письма с просьбами. Сделай то, сделай это. И все. А Господь не интересует. Если Господь не дает, то бывают и проблемы. А Господь сегодня хочет, чтобы мы к Нему приходили. Чтобы мы желали Его больше всего. И остальное, оно приложится. Оно придет как результат. И Давид хотел прийти в храм. Он говорит, я одному только ищу, чтобы прийти в храм. Он хотел прийти в храм не для того, чтобы, знаете, там проводились пиршества во время жертвоприношения. Там были пения, хор. Не для этого Давид пришел. Он пришел, чтобы созерцать красоту Господнюю. Он пришел, чтобы искать Его лица. Именно Его лица. Не руки Его. Как часто мы ищем Его руку. Господи, дай, сделай, даров Его, еще чего-то, служение. И часто это выходит у нас на первое место. Но именно Господь должен сегодня стать центром. И тогда наша жизнь, она наладится. Тогда наше служение, оно наладится. И Господь этого хочет. И Давид говорит, и я буду искать лица Твоего, Господи. Я буду искать, и остальное меня не интересует. Я буду искать лица Твоего, Господи. И только в свете Его лица, только с Ним, только в Его присутствии, от общения с Ним мы изменяемся. Только так. Только так. И нет даров, нет служения, нет собрания, что мы пришли. Мы не можем и не поменяться. Но когда мы ищем лица Господня, когда мы ищем непосредственно Его, то как результат мы меняемся. Так Слово Божие говорит, это написано в Коринфянам. Это мое любимое местоисписание. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Как от Господня Духа. Если мы начнем искать Господа ради Него самого и будем искать общение с Ним, то как результат, не как мотив, не как мотив, а как результат, наша жизнь, она будет преображаться. Наша жизнь, она будет меняться. И Господь хочет этого, Он хочет что-то сказать сегодня твоему и моему сердцу. Поэтому в этой молитве давайте придем к Нему и будем искать Его лица. Будем искать лица Его и будем, как уже сказано было, благодарить Его, за то, что Он дает. Потому что Он много дает, но Он хочет, чтобы мы искали Его лица. Чтобы мы приходили для того, чтобы интересовались им, для общения с Ним. И Господь, Он благословит каждого из нас. Аминь. Помолимся. Продолжение следует.